На минувшей неделе сотрудники Пыхевской префектуры полиции провели в столице очередную масштабную операцию по поимке уличных наркодилеров. Были задержаны 12 человек, которых подозревают в незаконном обороте наркотических веществ в крупных объемах. На ваших экранах сейчас кадры оперативной полицейской хроники. Эта операция стала очередным этапом новой тактики борьбы с наркодилерами, принятой на вооружение в 2013 году. В столичной полиции в январе был даже создан особый отдел, и плоды этой работы стали заметны сразу же. Смертность от передозировки фентанилом в Таллиннском регионе в первом полугодии заметно снизилась. Но в течение предыдущих двух лет Министерство внутренних дел отказывалось от подобной тактики, что, по мнению парламентской оппозиции, влекло за собой непоправимые последствия. Раньше этим не занимались просто. И это два года. Я в этом же помещении говорил министру, когда начнете заниматься наркодилерами на улице, тогда упадет наркосмертность. Мне никто не верил. Говорили мне про какие-то стратегии. У нас последняя стратегия 10 лет была, и наркосмертность поднялась с 30 на 160. То есть, что я хочу сказать, мой вопрос был сегодня очень конкретен. Возьмет и готов ли министр внутренних дел взять на себя ответственность за эти десятки человеческих, молодых человеческих жизней, которые потерялись за это время, когда он был министром. 2011 по сегодняшний день, когда они занимались наркодилерами на улице. Он, конечно, на это не ответил и говорил то, что ему опять всегда было, скажем так, выгодно. По словам Андреса Анвельта, он так и не услышал сегодня от министра, готов ли тот взять на себя политическую ответственность за многолетнее бездействие в борьбе с уличными наркодилерами. Ведь это уже привело не только к многочисленным смертям, но и к опасной для прохожих обстановке на улицах некоторых районов столицы, да и других городов, где и продавцы, и покупатели зелья чувствуют себя вольготно. Однако министр Кен Мартивахер от прямого ответа ушел, в том числе не прояснив и ситуацию в этой сфере на северо-востоке, где проблем с распространением белого китайца или синтетического героина ничуть не меньше, чем в Таллине. Будет ли в этом регионе, по примеру, столичного создан специальный отдел по борьбе с уличной наркопреступностью, так и осталось неизвестным. А это означает, что именно в эту минуту кто-то сейчас может находиться на грани жизни и смерти, беспрепятственно получив дозу прямо на улице. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.